Кристальная паста Таир – любимый продукт у многих творческих мастеров. Это откалиброванный стеклянный микробисер, замешанный в прозрачный моделирующий гель. В банке при нанесении паста выглядит белой, но после высыхания становится полностью прозрачной. Сегодня расскажем и покажем, как можно применять кристальную пасту. Первый способ – покрывать любую поверхность равномерным слоем в один шарик. Выкладываем пасту на поверхность. Ее понадобится много. И разравниваем мастихином, стараясь, чтобы шарики лежали плотно друг к другу, без проплешин и наслоений друг на друга. Высыхает паста довольно долго – не менее суток, а если в помещении холодно и влажно, то до 48 часов. Если вдруг в результате остались пустые места, можно доложить в них еще немного пасты, уже после высыхания. После высыхания гель в составе становится полностью прозрачным, делая видим рисунок или цвет под собой. А ровный слой из стеклянного бисера начинает волшебно играть и переливаться на свету. Хаотичное нанесение. А можно не заниматься перфекционизмом и наносить пасту хаотично. Например, выкладывать мастихином или жесткой кистью вот таким неровными участками, чтобы сделать имитацию наледи, спрятать или украсить край чего-либо. Главное – не переборщить с объемом, иначе гель не сможет просохнуть до конца и внутри останется мутным. К тому же надо учитывать, что стеклянные шарики, нанесенные в несколько слоев, также снижают прозрачность. Бывают также случаи, когда прозрачность не столь важна, как фактуру, которую дарят застывшие в пасте шарики. В таком случае пасту можно наносить достаточно высоко и окрашивать сверху любыми красками. Нанесение через трафарет – тоже простой и очевидный способ. Технология, как с любой другой пастой. Наносим, разравниваем и снимаем трафарет. Из-за того, что диаметр шариков 1 мм, в совсем тонкие прорези они могут не пролезть. В них попадет только гель, и такие детали будут хуже считываться в узоре. Поэтому лучше выбирать трафареты с крупными прорезями. Вклеивание. В составе пасты прозрачный моделирующий гель. Мы неоднократно испытывали его на прочность и с уверенностью можем заявлять, что в пасту можно надежно вклеивать дополнительные декоративные элементы. Бусины, ракушки, монетки и другие наполнители, которые могут прийти вам в голову. Любопытных эффектов можно достичь, если взять стеклобисер других размеров или крупные стеклянные бусины и вклеивать их в пасту, добавляя к маленьким шарикам в составе и создавая интересную динамику. Кристальную пасту можно колеровать, но важно, чтобы гель в составе не утратил прозрачности. Поэтому лучше использовать прозрачные краски, витражные наводные основы, вертовые чернила или красители, например, пищевые. Можно добавлять и другие краски, акрил или гуашь, но если использовать укрывистые оттенки, то паста потеряет прозрачность. Паста отличается хорошим сцеплением на всех поверхностях, но эффектнее всего, конечно, смотрится на стекле из-за проломления света. Кристальная паста широко применяется и в декоре, и в живописи на холсте, и для украшения деталей аксессуаров. Наиболее востребован данный продукт перед Новым годом, так как добавляет волшебных льдистых переливов любой работе. Творить с удовольствием и до новых встреч!